5 августа 2022 года на Netflix стартовал показ сериала «Песочный человек», где главную роль сыграл английский актёр Том Старич. Лента основана на одноимённом комиксе Нила Геймана. Том предстал в образе Морфея. Интересные факты о Томе Старича смотрите в этом видео, не переключайтесь. Том Старич окончил школу Хароди на юго-западе Лондона. С ним в одном классе учились такие знаменитые актёры, как Роберт Паттинсон и Уилл Полтер. Интересно то, что звезда «Сумерек» до сих пор является лучшим другом главного героя нового сериала «Песочный человек». В интересные факты о Томе Старича можно добавить то, что уже с детства его судьба была предопределена. Он появился на свет в творческой семье. Его родители – режиссёр Чарльз Старич и актриса Фиби Николс. Младшая сестра и брат Тома, Матильда и Артур, также пошли по стопам родителей и стали артистами. В постужном списке Матильды более пяти проектов, а вот Артур пока снялся только в двух проектах. Английский актёр не боится экспериментировать с внешностью и прической. То отрастет волосы, то коротко пострижётся, то появится на публике с лёгкой щетиной или короткой бородкой, или же избавится от растительности на лице. Том Старич обожает шляпы, поэтому часто носит этот головной убор. Больше всего актёру по вкусу рок-н-рольный стиль одежды, но в его гардеробе присутствуют и строгие костюмы, и обычные джинсы с футболками. Среди интересных фактов о томе Старича то, что по словам Нила Геймана, он обошёл более 1500 актёров во время прослушивания на роль Морфея, то есть сна. По признанию автора комикса, он заметил Старича ещё среди первых 10 звёзд, которые пришли на кастинг в начале 2020 года. Том сразу же попал в шорт-лист, но продюсер зачем-то решился провести ещё несколько слушаний. Старич рассказывал, что в первый съёмочный день получил выговор от Геймана. Актёр решил говорить практически шёпотом, как другой персонаж DC Бэтмен, что не понравилось Нилу. Автор отмечал, что сначала наблюдал за Томом, однако затем не выдержал и буквально зарычал на звезду, потребовав прекратить шептать. Старич заявил, что свет Геймана оказался ему полезен. Он вспомнил, что автор также замечал, что Морфей должен говорить так, словно каждое его слово высечено на камне. Это повлияло на манеру игры Тома и сделало его персонажа более уверенным в себе, нежели это было, когда он говорил шёпотом.